Важные цели жизни. Что это такое? Получить образование, соответствующее природе твоего разума, и занять себя трудом согласно этому образованию. Человек должен учиться, должен выучиться, так жить в этом мире, чтобы ему было удобно. Если он, допустим, склонен к чему-то, он должен это освоить сначала. Это важные цели. Без этого он не помрет, но и жизнь тоже не будет такой нормальной, организованной. Но некоторые люди считают образование высшей целью своей жизни, и в результате загибаются. У меня была такая проблема. У меня родители не помогали совсем, потому что у них не было возможности. То есть я из бедной семьи. И мне надо было поступить в институт медицинский. Я поставил себе такую цель. И там было три человека на место, конкурс. Мне пришлось поступить в училище после школы, потому что у меня не было диплома с отличием. Чтобы учиться год в училище, получить диплом с отличием, и потом сдать один экзамен. Я учил одну физику, потому что это был первый экзамен, который надо было мне сдать на пять. Целый год учил в этом училище, учился. И я так ее выучил, что, в принципе, даже до второго вопроса на физике не дошло дело. То есть я на первом вопросе столько доказательств, там заклонолом, опять доказательств он привел. А он знал только три преподавателя. Он говорит, ну выведи мне этих два. Я взял, и мы их вывезем. Он говорит, все, иди отсюда. Я не поставил, до свидания. Но я не об этом хочу вам рассказать. Я хочу вам рассказать, как учеба убивает личности. Я поставил учебу в институте высшей целью своей жизни. Я просто бредил этой учебой. Я пытался все выучить, все понять, чтобы быть хорошим врачом. Постоянно учился, учился. Начал сокращать продолжители сна. И постепенно у меня начала таять память. Я уже ничего не запоминал. Я не мог сдавать экзамены нормально, потому что я сильно перегрузился. То есть у меня произошел сильный перегруз. Психика просто взвыла. И мне пришлось спать гораздо больше, чем я спал раньше. Я ложился в 8 утра и еле просыпался на то, чтобы учебу потом уйти. То есть у меня начался вот это вот торможение психическое. Я ничего не соображал. То есть я просто психику извел. Я ее привел просто в совершенно беспомощное состояние. Это результат вот этого чрезмерной устремленности в учебу был. Я поставил учебу высшей целью в своей жизни. Это не высшая цель. Это важная цель. Смотрите, высшая цель – это молитва. Дальше работа над собой. А потом учеба уже. И тогда она хорошо усваивается. У меня дочка сейчас также учится. Я говорю, я не могу, мне надо все понять. Я говорю, восслабься. Он говорит, все так интересно учатся. Берут, подчеркивают самое важное. Выучивают это, потом отвечают. Там четверки ставят. А я пытаюсь все выучить, потом все забываю. Он говорит, так это неправильно делать, а ты неправильно. Надо вот так делать, надо брать просто. Подчеркивают самое важное. Это учить и все, и потом отвечать. Это занимает немного времени. жизнь. И так надо учиться всегда. Потому что все равно все не запомнишь. Надо запомнить только самое важное. Все. Но так можно делать, когда у тебя психика спокойна по отношению к учебе. Если у тебя мозги горят, ты боишься тройки, боишься строгих классов преподавателя, тогда ты не сможешь так учиться. Нужно спокойно все делать. Но для этого надо, чтобы значимость этого института не была в твоем сердце так высока. И она не должна быть так же и на последнем месте. Нужно вот эту середину иметь. Но если высшей цели в жизни нет, если у тебя молитвы нет, если работы над собой нет, тогда естественно что-то должно туда залезть. И туда может залезть институт, туда может залезть ребенок, машина, дом и все что угодно. И крышу срывает это все автоматически. Результат сорванная крыша всегда. Поэтому надо занять высшую цель жизни, вот эту, то, от чего психика берет все силы, занять тем, чем должно быть занято. Иначе потом будут проблемы. Итак, важная цель жизни. Получить образование, соответствующее своей природе. Или просто хотя бы какое-то образование, если природу свою не понимаешь. Дальше. Стремиться занять в обществе то положение, которое помогает твоему правильному развитию. И дальше. Третье. Устроить свою личную жизнь так, как нужно правильно устроить свою личную жизнь. Например, некоторые подходят и говорят, а мы живем вместе, но не расписываем. Это неправильное устройство личной жизни. Это не приведет к победе судьбы. Это приведет к проблемам. Это сто процентов. Но это еще не самый худший вариант. То, что сейчас происходит. Сейчас как бы есть сожительство, а есть уже и гостевые браки. Ну, то есть, гостевые это мать-одоночка. Есть мать-одиночка, есть мать-одоночка. Это еще хуже, понимаете? А еще хуже, когда люди уже живут по западному образцу. Я когда в Лос-Анджелесе с другом шел вместе, мне говорят, ты от него подвинься чуть-чуть. Я говорю, а что так? Нельзя, что ли, в обнимку идти? Говорят, ну, понимаете, как бы, если у нас мужчины вот так вот идут, как вы вот, ну, своим другом, то у нас считается, что они голубые. И люди так же на них смотрят. Ну, что, между мужчинами, говорю, дружбы не бывает? Между мужчинами просто дружбы не бывает между двумя мужчинами. Бывает. Ну, вот у нас это так воспринимается. Это уже сдвиг по фазе произошел, понимаете, у людей. Почему? Потому что вот так бывает, очень часто уже так бывает. Мужики с мужиками сидят, женщины, женщины, понимаете? Это уже еще хуже. Это еще хуже ситуация. Потому что, когда люди так начинают жить, у них вообще полностью парадигма жизни меняется. Они начинают, у них секс встает не на первое место, а на высшее место жизни, понимаете? И потом не только хочется с однополыми, как бы, сексом заниматься, они с детьми потом уже сексами, с атуями, потом с этими баранами начинают сексом заниматься и, как бы, с кем только они потом сексом не занимаются. Это значит, что уже пошло на этой почве. Поехал, крыша. Секс выше цель жизни. Это проблема.